Первые утренние часы 1 мая на улицах Бреста особенно многолюдно. Брещане и гости города над Бугом спешат на главную площадь города, где они могут присоединиться к колонии демонстрантов и торжественным маршем пройтись до Центрального парка со знаменательным названием «Первое мая». Чиновники, рабочие, сотрудники банков и офисов в хорошем настроении. Праздник «Первое мая» объединяет всех, кто трудится на благо своего города. Примечательно, что в этом году в областном центре шествие после долгого забвения проводится впервые. Это праздник людей, которые получают возможность прийти, пообщаться. Я до сих пор с удовольствием вспоминаю, как с родителями ходил на первомайские демонстрации. Это один из немногих праздников, на которые люди идут по зову сердца. Весна, красиво, солнце, а не потому, что есть какая-то разнарядка. Современная белорусская молодежь не представляет своей жизни без труда. Мы знаем, что много молодых людей в стране летом трудятся в студенческих строительных отрядах, на социально значимых объектах, куда потом впоследствии они же будут ходить и в больницы, и в школы водить детей, детские сады, жилые дома. Поэтому Белорусский Республиканский Союз молодежи старается приложить все усилия, чтобы воспитать нашу молодежь через труд на территории своей страны. Брест с 1 мая живет своей яркой жизнью. Активно работают небольшие уличные кафе и торговые фургончики, палатки с шариками и сувенирами. Весело прогуливаются пары, компании друзей, отовсюду слышится гомонливое разноголосье малышей. Все вместе они здесь, на празднике. Но каждый из них вкладывает в этот день что-то свое, неповторимое. Для людей постарше это праздник труда и улыбок во время красочных демонстраций и шествий. Для молодежи символ того, что в нашей стране царит мир и спокойствие. Что в такие праздничные дни можно просто встретиться с друзьями и поговорить о жизни. Как-то радостно и на душе приятно. Потому что посмотрел, прошел всего наш оттуда, шел от самого Ленина. И столько много народу, еще не было так вот у нас, как в этом году много. Обычно так идет не очень много, а сегодня очень. Так понравилось, столько красивого, шары, все такие настроения праздничные. Всегда у нас в стране устраивается красивый праздник. Детям тоже интересно посмотреть. Все, ну, такое красивое мероприятие, чтобы ребенок видел, как красиво у нас в городе. На демонстрацию мы пришли еще и с мужем. Он просто будет проходить в этом шествии, представлять свою организацию, это Коктранс. Ну и прогулка, показать ребенку, приобщаем таким образом к праздникам, учим деток с маленького, что надо участвовать. 1 мая отмечается в 142 странах мира. Однако традиция праздновать так красочно и ярко Международный день труда сохранилась только в некоторых странах, Беларусь в их числе. И это хорошо, потому что 1 мая не только способ отдать дань памяти тому хорошему, что было раньше. Это надежда на новое и светлое будущее.